хей окей с вами шпики мы продолжаем пройдите руку по названию shadow warrior окей мы с вами продолжаем продолжаем да все-таки показывает достижение это отличненько так мне нужно короче попасть как-то сюда потом перепрыгнуть да и попасть вон туда потому что там что-то да есть нас есть аркадный магазинчик точно стоять она же есть очков как там открывается на юга на и у нас открывается подождите а это же другой да у нас есть это очко корм подождите маги у нас еще чего прокачиваться кристаллы киа оружие с помощью денег очку карты а здесь у нас типа есть возможность с разных сторон поехали убийца демонов знать куда целиться означает знаете разницу между боевым так победой и поражением увеличат наносимые малы так малым демоном урон 10 процентов убийца демонов 2 заклинание использование так использует точные удары чтобы одолеть демона от его ки увеличат наносимые так малым демоном урона 20 процентов охотник за головами одно дело использовать оружие взятая у врага использовать оружие сделано из врагов уже кое-что другое научись использовать головы демонов о а вот это что-то отличненько охота за головами 2 используйте оружие с полной отдачи головы так голову убивать на 30 процентов быстрее убийца богов даже самый могущественным демоны сна жертвой укусного искусного охотника увеличивает наносимые урон на большим демоном на 10 процентов на счет еще будут большие демона убийца богов мастер охоты на демонов знает все и все изменимые точные ки на теле врага и используют и для получения преимущества увеличенной наносимый большим демонов урона 20 процентов знание Медитация над Ки дает просвещение на многих уровнях, используя его в своих интересах. Ну, смотрите, в принципе, здесь прокачать можно на единичку, чтобы понять, что значит оружие демонов, ну, типа, голова демона. Типа, в первой части, ну, в классике, да, имею в виду. Там, да, можно использовать было голову огров каких-то, скорее всего, это относится и к большим врагам. Ну, потом, хорошо, посмотрим дальше. Передвижение Быстрые, так, разрезы Обнаружение внутренних храни... Так, да, вот Выброс потока киев в свое тело позволяет существенно ускорить передвижение Обнаружение внутренних хранилищ энергии позволяет вам выдержать повышение нагрузки в течение более длительного времени. Запас энергии повышается на 20%. Открытые разрезы, так Резервы Мастера этой техники используют кисть, чтобы более эффективно подпитывать свое тело. Почти не вы... так Не выказывает признаков усталости. Запас энергии повышается на 50%. Ага, скрытые разрезы, так, адепты этой техники становятся почти неутомимым. Запас энергии повышается на 100%. Вот это полезно, типа, для рывков. Но для нас это, в принципе... Хотя... Сейчас, подожди, я хочу узнать... Типа могу... Так, это хил... Да, я могу делать рывки во время блока. Значит, в принципе, это хорошая вещь. Быстрое восстановление. Вы узнаете, как использовать энергию? Кей быстро восстанавливает свои силы. Скорость восстановления энергии повышается на 20%. Быстрая, так... Медитация над... так... Течением кей позволяет адепту регенерировать свои силы еще быстрее. Хорошо, 50%. Божественный ветер. Освоение этой техники позволяет бежать быстрее, как штормовый ветер. Скорость бега повышается на 20%. Но так как мы не бегаем, это бесполезно. Здесь, получается, вот это полезно для меня, так как я использую в основном защиту и меч. Удача. Серцеед. Говорят, что... Так, подождите. Энергия кей течет... так, сквозь все. Не учитываясь... так... Осязав ее, вы можете пользоваться ей, как помощником в принятии решений. В простонародье Дарс... так... Зовется удача. Хорошо, сердцеед. Говорят, что ангел тела подвергает пыткам с стороны демонов сердца. Но знание о том, как использовать, помогает шанс найти сердце демона увеличиться на 50%. Ну... В принципе, если в замесе жесткий, в принципе, полезно. Богатей. О, я могу сразу так, да, Даша? Богатей. Говорят, что деньги просто под ногами не лежат. Если знаешь, где искать, вы на... Так, находите на 10% больше денег. А деньги не проблема для того, кто знает все предметы иллюзорные. Что все предметы иллюзорные вы находите на 20% больше денег. Это хорошие предметы для прокачки оружия. Но так как мы в основном не будем использовать оружие, для нас это бесполезно. Наверное. Вооруженно. Так, мелкие предметы редко остаются незамеченными. Вы находите на 10% больше патронов. Такое. Ну, повторюсь, мы не используем огнестрел, поэтому такое. Опасен. Ничто не ускользнет от вашего внимания. Вы находитесь на больше патронов. Практический удар. Мастера этой техники делают акцент на более точные... Вот так. На болевые точки врагов, чтобы наносить смертоносные удары. Шанс нанести двойной урон. Любым оружием увеличится на 5%. Двойной урон. Слушайте. Ну, в принципе, если брать огнестрел по-любому, там будут автоматы, так? Значит, это хорошее для автоматов будет. Для нас, ну, не знаю, это такой себе разум. Тот, кто контролирует потоки с помощью своего разума, становится... Так, собственно... Становится повелительность собственного тела. Огнеупорный. Искусная имусть, так... Манипуляция, энергия, эки позволяет защищать себя от огня. Хорошо. Ярость 1. Тигра кусать так сильнее, когда он ранен. Когда уровень вашего здоровья становится меньше 30%, вы наносите больше урона. Тот, кто способен комфортно плыть по волнам ярости, становится воистину грозным воином. Урон в режиме ярости повышается на 50%, на 60%. Контроль боли. Закаленный воин имеет, так, умеет и гонорировать боль. Базовый уровень здоровья увеличится на 10 очков. Короче, просто больше хп. Контроль боли 2. Передача потока киев в теле позволяет воину... Так, выдержать серьезные ранения. Так, базовый уровень здоровья увеличится на 20. Контроль боли 3. Боль воспринимает в своей... Так, подлинной форме, как иллюзорные, так... Препятствия по пути к просветлению. Базовый уровень... Так, ну, смотри, в принципе, мы можем поднять на 60 хп, да? Хотя, слушайте, мы можем прокачать хп себе. Восстановление. А, хотя, подождите. Мастер этой техники поглощает энергию. Так, мгновенно стеляет самые серьезные раны. Санитары. Лечение становится проще, когда адепт понимает, что лечение зависит от более... Больше от киев, чем от лекарств. Аптечки восстанавливают на 20 очков. Так. Сверхмаксимального уровня здоровья. Ага, это, знаете, типа налаживается хп друг на друга. То есть, если у нас сейчас 100 хп, то будет 120. Врач. Так. Освоивши эту технику, используют лекарства, чтобы еще сильнее укреплять свое здоровье. Аптечки восстанавливают 40% сверхмаксимального уровня здоровья. Искатель душ. Повышает контроль восприятия, позволяет видеть призраков врагов более ясно. А души убитых врагов появляются на 20% чаще. Пожиратель душ. Души убитых врагов восстанавливают на 30% больше здоровья. Так, похищение души. Нихера себе. Мастер этой техники могут вытягивать и из своих врагов, даже находясь на краю смерти. Находясь при смерти, они начинают наносить на 50% больше урона. И у них есть 5 секунд на то, чтобы убить врага и высоцать его душу. Тем самым восстановить 50% максимального здоровья. После использования требуется 1 минута для перезарядки. То есть, это понимаете, если я буду уже подыхать, я могу себя восхилить. Душевный голод. Те, кто вкусил энергию ки из-за ушедших иного в атак, становятся кровожадными. Похищая души, длительность на... В смысле, те, кто вкусил энергию ки из-за так, иногда становятся кровожадными. Душевный голод. Те, кто вкусил энергию... А, то есть, когда я поглощаю энергию, у меня есть 50% что я впаду в ярость? Ого! Вот это монаха-хотовочка. Мастер катана. Ну, я, понятное дело, буду в это идти сейчас. Увеличайший мастера меча прекрасно понимает, что истинное тело заключается не в клинке, а в боли владения им. Знание, как исследуя энергию ки в бою, направляет ее через свой меч. Разделение небес, круг и стали. Для истинного эффектовальщика бой является медитацией в движении. Закручивая энергию ки позволяет заклинать, так, делю, ударить всех врагов, находящихся вокруг. Круг. Комбинация АА или ДД, затем удерживайте ЛКМ, чтобы набрать силу и отпустите, чтобы выполнить удар. Слушайте, а вот это довольно хорошее, потому что если меня будет до хера окружать, это нужно юзать. Крыло журавля. Требуется круг из стали. Хорошо. Крыло журавля поражает волну энергии, которая кругом распространяет заклинание. То есть мы пуляем какую-то энергию, да? Выполнить удар. М-м-м, Гулат Асванга. В этой лекар... Так, легендарной технике люди относятся с почтением и опасностью. Опаска. Ее адепту превращается ки в свои жертвы, в собственную жизненную силу. Исцеляя себя, как с каждым ненаслимым ки ударом. Но это хорошо значит, что стакается с вот этим. Кенши. Клинок опытного атака бойца, заряженной энергией ки, что делает его удары более смертоносными. Ки удары наносят 50 больше урона. Требуется кенши. Так. Лишь немногие мастера меча достигают уровня апостола. Апостолы практически неозвимы, способны уничтожить любого, кто занят у них на пути. Их ки удары становятся 50 более смертоносными. Крылого журавля... Хотя, знаете, на самом деле здесь можно все вот это прокачать дело. Мастер клинка. По знаниям, в принципе, я не уверен, что... Хотя... Я не знаю, на самом деле. Блин. Можно только вот эту охоту за головами прокачать. За мастера катан можно все прокачать. За восстановление... Желательно, конечно, прокачать... Аптечку. Так, ПВШ на больше единиц. Аптечку, блин, я не знаю. Здесь восстановление спорное. Все здесь, на самом деле. Разум. За разумом здесь, конечно, лучше вот это прокачать линию. Огнеупорные, сопротивление огню. Ну, это типа... Если мало здоровья, конечно. Бассин. Критически. Любое оружие. Больше денег. Это фигня, ломни будем прокачивать. Критый разрез. Так, поток энергии, энергии. Хорошо. Как и с энергией, быстрее. А где, где было это? Бессмертие. Мне нужно бессмертие, ребят. Тенши. Тенши, тенши. Для генеротехники люди относятся к спочтению. Так, ее адеппы, превращение своих жертв в собственную жизненную силу. Подождите, или это было в магии? Пиздец, я теперь вообще не помню, где это было. Не, кажется, это было в этом. Ударная волна. Заток. Короче, стоять. Что-то я серьезно запутался, и, блядь, мы уже сколько здесь держимся. Понятно, что круговой удар лучше прокачать. Но я хочу там, чтобы я не вздыхал сразу. Пиздец. Это урон по врагам. Это не то. Знаете, как быстро вы сможете свои силы? Не то. Терсиед, богачи, богачи. Дивен сердца, это не то вооружение. Мелкие предметы так редко, это не то. Мастер этой техники, это все-то шансы нанести двойной урон любому оружию. Не то. А где? Подожди. Больше урона от тех, кто способен, как бы, вплотить в оплоте. Это вот это-то. Это воин. Это хп, хорошо. Лечение становится, когда аптечки чаще появляются. Мастер этой техники, атак. Даже находясь на краю... Вот, вот это мне нужно. Похищение души. Не знаю, как это будет, конечно, выглядеть. Но нам с вами нужно хп скачать. Я понимаю, что туда как-то можно войти. Дверь-ка не открывается, да? Найс. О, робот. Давайте сюда сначала. Ну, не знаю, мы более-менее с вами... ...распределили, да, чтобы им вкачать. Поэтому нормально. Титсубиши. Титсубиши, это знаете, как... ...не Субиши, только Титсубиши. Мы просто взорваем все это дело. Чтобы было. Ну, я сейчас взорву машину и все. Титсубиши. Хидо. Привет. Это, ребята, как раз тут робот, который... Эй, приятель, привет. Ой-ой-ой, тихо. Читая вот это не подумал. Может, мне нужно... О, Годила снова появилась, видите? Это предыдущая подсказка. Ну, Сергей, не такие убойные. В смысле? Ладно, он взрывается. Показалось. Вау. Я боюсь тут, что-то что-нибудь сломать. Потому что это сделать, что может взорваться. Как-то крыса. Я из-за тебя все равно взорвался. Паду. О, это ты серьезно, сам я вижу значок. Даник Сити. О, серьезно, СМ3. Мы, может быть, потом его тоже пройдем с вами. Это у нас Hotline Miami. А, это отсюда. Лёдь. Серьезно, Сэм, серьезно, Сэм. А, то есть, аппараты, которые выключены, они не взрываются. Это хорошо. Ох, тихо. Опасно, опасно. Еще есть какие-то посты. Постер-постеры. А вот это я хочу посмотреть, что это за автомат. Хидотара. Что-то знакомое, Хидотара. О, тихо. Бэйс-машин. Печенька. Уронил мыло в тюрьме. В тюремном душе. Не везенью. Да ладно. Это, ну, скорее всего, это как Coca-Cola. Что наверху? Так, тихо. Пуля. Робота везде эти все-таки. Ну, ключи мы знаем, в принципе, где. Да, Coca-Cola от меня. Интересно. Обзрыв? Ох, блядь, вот это мне предало. Ладно. Берем ключики. Что такое? Это пыль? Точно тут ничего нету? Ну, походу, да. Ладно. Ашар. А, ну, я, в принципе, смотрел. Мы видели. Насмотрели, в принципе, картиночку, да, поэтому нормально. Нужно все-таки восьмерка будет заюзать. В принципе, мы можем это сделать. В этом городе половина ада сбежала, лишь бы заполучить этот меч, что вы же такое. Особенно в этом мече. Что сделать, мне не рассказал? Расскажи мне, что сказал мне, что? Сказал мне, что? Алло. Так. Оп-оп. Сдай тоже, да, номер? Опасно. А, походу, мы все равно с вами, ребят, по сюжету сюда, да, приходим? А, ну, не можем отхилиться. Нужно приготовиться всегда к западни. Если вдруг что. Поэтому, ребята, если что, приготовьтесь. Щит у меня всегда с собой. Эффективный вход. Подождите, а тут тоже, да, что-то было или нет? Нет. Ну, там может быть что-то. Да. Возможно. Хоррор, 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 хоррор. Там что-то хороший лежит. Понятно, что, что мне сюда. Чем он в куполе? Я не пойму, почему он в куполе. Может быть, он просто ловит мух? Больше шкаф, по сути, здесь нет. Да, все-таки. Без этого здесь темно. Без этого здесь темно. Можно хилл, в принципе, подобрать. У вас вышло. Подождите, а я могу активировать? Нет, нет. Что это, картинка? А, рыбки. Вот канализация. Вот такой, вот нормальный люк, да? А то как-то непонятный. Как будто бы Мирон кинул. Это что такое? Что дальше? Демоны-стреляющие? Вот о них я говорил, ребят. Вот о них я и говорил. Эй, полегче крови тут. Ах, они по... Вот почему-то здесь черные дырки. Теперь я все понял, почему там были тоже дырки эти. Мало. Голем был здесь. Я чувствую это. А он убил всех этих людей? Нет, это был демоны. Они защищают ее. Защищают ее или уничтожают всех остальных. Видимо, что для них это одно и то же. Это хорошо, нужно какую-то печать сломать. Ладно. Мы знаем, как с этим поступать. А теперь у меня вопрос. Как это открыть? Подожди, бац, бац. Заряжаем. Че-то никак. То есть вы меня предлагаете обратно, дайте. Че? О-о-о. То есть, а так я не мог, да, типа сюда сразу пойти. А типа страшно должно быть. А мне страшно. У меня защита. У меня защита от всяких хрени. У меня хорошо, что есть у нас кристаллы. Что позволяет мне прокачиваться. Я хочу меч прокачать, блин. Так, это магия у нас. А вы думаете, я уже помню, что я хотел прокачивать? Ну, павлины. Нам нужно павлин и второй, это вот дракон. Эффективно восстанавливает. Кей окружает заклинатель и защищает его от вреда. Получение удара и больше не презентирует передачу кей. Ну, это такое. Так. Освоение этой техники позволяет быстрее... Смотрите. Я думаю, лучше сначала прокачать защиту. Более глубоко, так, понимает энергию, Кей позволяет блокировать все типы атак. Ага. Так, практически начинает получать, что защита это нападение более... Щит получает вероятность бить врага вместе с атаками. Ближнем будет. Но такое. Блин, смотри, у нас здесь... Ну, я думаю, что лучше сначала вот это вкачать. Потому что он, типа, 50 еще поглощает. А так только 40. Да, или имеется в виду 50 плюс еще 40. Требуется мусливать. Подожди. Теперь щит блоки... А, нет. Это херня. Ну, такой ламп потом. Их рожать заклинатель защищает от всех со всех сторон. Ну, понятное дело, что здесь прокачать. Мы будем драконов качать. То, что он защищает меня теперь и от выстрелов тоже. А защита от выстрелов это довольно тоже хорошая вещь, ребята, чтобы вы знали. Ой, че? Подожди, ладно, так уж и быть. Понятное дело, что он... У нас ленечок. Это сюда нам предлагают зайти и потом не выйти. Да ладно. Ребят, это из классической игры. Да ладно, серьезно? А это круто. Знаете, сейчас было бы прикольно, если бы здесь были еще и классические враги. Вы найдете печенье с предсказанием. Да ладно. Так, вот это секретная стена. В смысле? А, так она такая, я понял. Слушая карта. Метро не нажимается. Эф, это у нас фонарик. А внутрь не попасть. Ладно, можно понять, включенный фонарик или нет. Но это прикольно. Вот этот иник прикольный, ребят. И попасхалка. А, поехали. Так, подзагрузочка. Я думаю, что вы здесь будете сейчас враг, поэтому... Хотя, здесь мы уже не вернемся. В этом можно быть осторожным везде. Да почему нету классических... этих... секретов. Я не могу сломать резную люстру. Ну, че, я думаю, в принципе, можем сохраниться здесь. Да, и закончить. Поэтому давайте на этом, я думаю, и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.